Мы находимся в канунной Рожешина. И принято благословлять друг другу, давать хорошие пожелания. И это не только слова, это повлияет на весь год, и мы желаем, чтобы он был здоровым, был заработок, учеба, и хотя это вроде бы слова, но у них есть сила. Жизнь и смерть в руках языка. Это цитата. И поэтому особенно перед Рожешина нужно говорить просто хорошо. И особенно постараться не сердиться. Если человек сердится в Рожешина, то это влияет на него потом в течение всего года. Это голова, голова года. Как голова, это голова управляющая телом, так этот день в значительной степени влияет на весь год. Когда мы смотрим на реальность, можно двумя путями смотреть. Если мы смотрим физически, то вроде бы ничего особо не изменилось. И раньше солнце вставало, и все крутится точно так же, все похоже. Нету никакого изменения. Но есть возможность понять это с точки зрения духовное, а не физическое. С точки зрения этики. Это не только законы природы. Есть еще этические ценности. И как у отдельного человека, так и в общем, когда мы говорим про народ, про человечество. Весь мир судится в этот день. И это как, может быть, суд, который идет в суде. И есть суд, когда нас люди судят, есть что-то более высокое, духовное. Когда Всевышний нас судит в этом мире. Этот день называется Днем Суда. И здесь подводится подсчет, что ты делал хорошее, плохое и что тебе предопределено. В Рошашина устанавливает, что в итоге будет с нами в течение всего года. Кто к жизни, кто к смерти, к какой смерти. Огонь, вода. Сегодня есть война. Часть солдат погибает. И это не что-то случайное. Жена Равы умерла два с половиной года назад. Это то, что было определено в Рошашина за полгода до этого? И человек должен прочувствовать это. Это сейчас день, когда меня судят. Это очень-очень серьезно для меня прежде всего. И при этом это праздник. Всевышний сказал, что это праздник, мы должны веселиться и радоваться в этот день. Как можно? И суд, и праздник. Как это можно совместить? Стоять, трястись на суде и праздновать. Как лёд, я огонь десятой казни? Умер, кмо эш в керах б макот митсраим, шем б яхат. Когда мы говорим про огонь, то это действительно суд. Вода это хэсет. Две вещи, которые совершенно противоположны. Но огонь может подогреть воду. И поэтому, когда мы говорим про то, что будет суд, мы верим в то, что Всевышний постарается нас оправдать и это решение суда будет в нашу пользу. Весь мир судим, но Всевышний старается всегда, чтобы это было к добру. И не забываем, как он погиб. Он страшно мучился, когда его убивали. Железными ключами сдирали с него кожу. И это мы должны не только в Роша Шена обращать внимание. И поэтому мы должны знать, да, с одной стороны есть суд, но мы должны верить, что он хороший и принимать его. И это очень сильно зависит от личности человека. Есть человек, который взрослый. И есть, который страдает детством. В чем разница между ними? Тот, кто взрослый, он умеет принимать сложности в этой жизни и справляться с ними. И он спокойно их принимает и старается с ними справиться и понимает, что все к добру. А тот, кто по-детски себя ведет, он сталкивается с какой-то сложностью, сразу начинает плакать руки вверх. Он угнетенный, ужас, что творить, что делать. Он говорит, я вам рассказывал про двух внучек, которые очень не похожи между собой. Хотя родные сестры. Поэтому здесь это не смешочка, это действительно суд, но... Но мы должны это принимать с чистым сердцем и понимать, что это все для нас. И еще один момент, то, что мы благословляем Роша Шана. Написано в трактате Брахот, пусть не будет легкое благословение простого человека в твоих глазах. Потому что у любого слова есть результаты. Иногда хорошее. Если слова плохие, то результаты будут тоже плохие. Если человек постоянно проклинает. Он пишет, что мы им ждем. В 20 лет. Их были сними. Один сказал Авраам Авину. Один сказал Билан. Было два человека. Одного звали Авраам Авину. Другого звали Билан. В одно и то же время. У одного профессия была благословлять. У второго? Проклинать. Но есть такое высказывание, что есть союз, заключенный с устами. Все, что выходит изо рта, есть у этого сила. И не обязательно это повлиять прямо сейчас. Может быть, это повлияет позже. Он как-то был в одной семье. Семейная пара, у которых много-много лет не было детей. Нет детей. И они умерли. Они четыре года. Абал, 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 абал. Абал, 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 абал. Абал, 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 абал. И муж говорит жене, когда они были у них. Говорит, почему ты мне перед свадьбой сказал, что ты не хочешь детей? И он до сих пор все время это вспоминает. Потому что он думает, что, может быть, это повлияло. И поэтому у них нет детей. Нужно очень-очень аккуратно говорить, чтобы не выплескивать глупостей. И если, не дай Бог, что-то плохое, что мы скажем, произойдет. И поэтому написано в Телеме, кто человек, который жаждет жизни. Любит годы прожитые. Тот, который смотрит хорошо. Он ведет себя хорошо. Он не говорит плохие вещи. В течение всего года, не только... Но особенно в эти дни. Тот, кто привык говорить плохое, маты. И это нелегко. И это сейчас его благословение. И хоть мы говорим, что есть сила у благословения, у плохих слов, у проклятий тоже есть сила. Здесь кто-нибудь проклинал, матерился. Он наказывать сейчас не будет. Руки вверх. Твоя хунирая мишкает. Ляма калала, это как бумеранг. Проклятия, ругательство, они как бумеранг. Они возвращаются и накрывают того, кто это говорит. Как их хазар умрит. Так говорят мудрецы. А мекалел, льо таву, льо мегал. Льо таву, они мекалел. То есть к нему это вернется. Поэтому он очень просит не материться. Я говорю, амин. Амин. Льо льо калел. Хазак. Амин. Не просто слова. Нужно быть очень-очень осторожным, особенно в Рушаше. И кроме этого на самом деле не только слова, даже мысли. И благословения они могут быть устно, они могут быть и письменно. Амин. Это очень-очень важно. Это не Коэн. А где Коэн? Если бы с вами уходили, то там прошло. Коэн, дословно служитель. У него есть особенно заповедь давать благословения. Здесь кто-нибудь иногда молится. Иногда. По утрам. По утрам. На втором этаже. Он говорит, что он не был в этом месте, в две недели. Глубокий. Очень красивый вид. Я говорю, что ты говоришь в Русе? Ты говоришь? Слухи. Слухи. Он говорит, что это очень-очень красиво. Амин. Да. Да. Коэн, его должность, его обязанность благословлять. Но это касается не только Коэни. Благословение, оно никогда не идет впустую. Его сделали, Баруси, Занишма Гаруа. Папа. На арабском Баба. Но это так называют старейшин, которые дают благословение. И когда он идет по улице, то к нему очень часто подходят и говорят, ой, благословение. Благослови, благослови. Он говорит, вначале я... Чего это я буду? Кто я такой? И потом он почитал в книге Пели Йоэц, что это большая заповедь. Он говорит, если они просят, то буду благословлять. Кроме того, тот, кто богословляет, Браха, ему возвращается тоже. Мне только лучше от этого. Кто-то хочет благословения? Бесплатно? Давай. Ты не хочешь благословения? Я хочу. Я хочу. Я хочу. Не буду. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Говорит Усфарадим, в некоторых местах молитвы они делают, как будто бы получают. То есть они делают такое движение, потому что они подразумевают получить от Всевышнего. И он каждый день вас благословляет благословением Коэна сейчас. И пусть поставит вас Всевышний, как и Фраим и Минаше, и благословит тебя Бог и будет хранить. И светит на лицо Твое, пути Твои. И поднимет свое лицо, обратит на тебя внимание и даст тебе мир. Чтобы все ваши желания были наполнены Добром. И чтобы был хороший год. Сладкий. И мы победим врагов. И будет настоящий мир. И это то, чем он хочет благословить вас. Нас. Вопрос один есть. Если в этом году я осознал, что в прошлом году я от Творца не с радостью получал то, что мы говорили. Суд с радостью. Имеет ли смысл словами сказать прости Боже за это? Или это надо пережить как-то по-другому? Имеет ли, когда он не с радостью получал то, что он не с радостью получал то, что он не с радостью получал. Нет, есть что-то в прошлом году. Он говорит, что проблема, если он не получал с радостью? Но тогда я был не осознан. Но я не понимаю. А сейчас вы не получали рома для видов? Нет, мы не боялись. А это я не дути. Был слишком в детстве. Спасибо. Что-то в детстве. А у Квара, а в арбеден? Как же нет? Как? Рак не шар миквы. Как? Мы хотели Тор. А что я хочу? А я? Я не знаю. Рацино, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Амру Матайшу. Будешь новым человеком, большим, чистым. Уже чувствуешь. И евреем. И те, кому необходимо пройти Ги-юр. Тот, кто этого действительно хочет и созрел, чтобы прошел Ги-юр. А тело остается практически тем же телом. А душа меняется совершенно. И спускается душа, которая была со всем еврейским народом на Горесине. Это уже совсем с духовной точки зрения совсем другой человек. beschел и перерывалось. И все будет. Всевышний, что будет. И все будет. И все... Он благословляет, что вы придете к Гиюр, чтобы Всевышний дал вам хорошую душу. И чтобы вы были новыми людьми.